Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Игнать Тихович. Ой. Чего вы там делаете? Ну сейчас что делали? Мы из храма пришли. Сейчас есть секунда. Я сейчас там посмотрю у себя. Да. И сейчас смотрел англо. Эти дельфины и касатки. Кажется со спортсменами. Мы с водой не пулили. Сейчас с отцом Сергием говорил. Там он насчет крик спрашивал. Зашел. Зашел и порадовался, что открывается. Я говорю, ну в электронной версии, в книжном варианте это не такое. Ну не всегда есть возможность купить. Ну думаю, ладно. Он адрес дал. Завтра и сестрам дам указание. Мысль такая. Ну это ведь не самые главные почтовые расходы на меня, когда ложатся. Ну тут, наверное, придется терпеть. Пошли экземпляр это Нового Завета. Кристовом Православии. Наверное, для Слова Божия нет духа. И чтобы пробился к Ростиславу. К митрополиту. Он для себя хочет, да? Да. Ну хочет он. Я как бы побуждаю к этому. И вот тогда сказал прямо, что нет возможности. Вот это хорошо. Ну адрес дал. Прям сейчас, в данный момент, он там с ним переговор шел. У него высказывания очень сильные. Когда он начинает вот эти дни, у меня нет оснований не верить о том, что вот это вот неправильное отношение. Как с мирскими заигрывает священство высшее, как со своими лютует буквально архиерея. У него на все это есть. Я не говорю в каком, где, но у него отзывы эти есть. Это отклик в душе. Это понимание справедливости. Это очень важно. Это очень важно. Игорь Тихонович, у них у всех есть, но они молчат. Они не хотят. Я же говорю, у нас вот ко мне приходят священники, и все, понимаете, чем-то делятся вот своей личной жизнью, своими переживаниями. Они об этом даже друг с другом не говорят, понимаете. Они замечают, все замечают в церкви вот это вот безобразие. И все друг за другом молчат, все боятся. Понимаете, в чем дело? А есть смелые такие попадаются и высказывают все. Но, видите, они когда делают расчет, они же учились, он думает, я скажу, он так. Я с ребятишками, а дом-то не свой даже у него, старкомната. Его сразу вышвырнут. Ну, конечно. Да, и он рассчитывая это, он никогда не пойдет путем, которым шел протопопа вакуум. С ребятишками в даурию его. Она упала и спрашивает. Петрович, доколе? До самой смерти, Марковна, до самой смерти. А потом однажды он сказал, связали вы меня по рукам и ногам. Ребятишки же это рождаются. А ты, говорит, иди им, Петрович-то. Посекай поросль, ядовитую, растущую посреди поля. Но не у каждого, что такая Анастасия Тамарковна. Да. Я смотрел фильм, и я буквально четыре раза его к ряду, наверное, смотрел. Все-таки какая сила у людей была. Вот сила и веры, и вот любви к Богу. Ведь шли ведь на прополу и ушли, ни на что не смотрели абсолютно. Неужели нам не научиться у них ничему? А как же не научиться-то? Да это по житиям посмотри. Они прямо искали. Гури само на вид. А ты посчитай, как они... Ему говорят, там на той-то улице арестовывают. Он не может найти, идет по улице и кричит, вы где гонители? Церковь стала запрещать это делать. Надо уклоняться. Гонят в одном городе, беги в другой. Но если уж взяли, ну теперь выдержат. Выдержат. Я вот вижу, вы прошлое-то вот это запись-то сделали, пополам-то перерубили-то. Моя, здесь, говорит, голова, а тут ваша. Всем так понравилось, и все говорят, ой, да это как вы стали ставить-то хорошо. Я думаю, вот это да. Я вашу флану под себя подгреб. Я сейчас вот, я начну, я вот сейчас снимаю видео такое же. Я начал снимать там, всем отсылаю. Это, знаете, как, так еще никто не делал, вот как это я сейчас делаю. Это мое ноу-хау. То есть, Господь мне открыл, как это возможно делать, понимаете, как. Вот. И есть такой, это секрет. Я вот хочу вас научить. Но это, понимаете, в чем дело? Это штука сложная такая, чтобы ей научиться. Это надо, наверное, я буду Володю обучать этому делу, чтобы вы могли... Нет, послушай, научи того, о ком я сказал, не говори. Я его уже научил. Все, пусть приходит и делает. Больше не учи нас, не трать время, давай по делу поговорим. Он нас научит. У меня уже два глазка. Теперь второй глазок, который старый был, он пойдет? Вот, вот это я вам пытался объяснить, сколько времени я вам объяснял. Теперь вы наглядно видите, что я хотел вам объяснить. Нет, вы не объясняли, вы только сказали. А я понял, что я не способен. Мне надо, чтобы рядом был, и я записывал, и не тратиться дрянь. Давай по делу. Какие возникают вопросы там? Какие у меня вопросы, Игнатьев Ильич? Ну, сайт, все, с сайтом работают люди уже. Сайт уже там в полном ходе. Я сейчас, что, я буду сейчас, вот как вчера или когда я позавчера там говорил, вот сейчас буду заниматься миссионерством вашим, буду выставлять, уже подготавливаю. Там, знаете, что нужно? Нам нужно снять видео, будет такое отдельное. Я вот не знаю, как грамотно прописать вопросы, чтобы вы ответили по этим вопросам. Чтобы я выставил видео, там, на различных форумах, сайтах, чтобы люди поняли, что за миссии у вас, что за книги. Вот. Ну, я думаю, так минут на 15 вот такое видео снять. Ну, так давай. Ну, это, я не знаю, как грамотно-то вопросы поставить. Знаешь, не думай об этом. Вот как они у тебя на сердце лежат, ты все перестрадал, и ты уже столько, когда сейчас работаешь над форумом, я так, когда смотрю, что-то выставляешь, как я уже дошел до моей фамилии там, и думаю, о, браток, ты уже поднабрался, а? Тебе просто так и подведешь. Ты же ставишься, все равно маленько считаешь же. Ну, а как же, я же не буду ставить просто так. Ну, дохватывай вопросы, теперь что, перед тобой-то все. Ну, а дальше-то будет, особенно где разбор, там, на букву Р. Ну, а тут ты попаришься. Да в чем дело, то, дело в том, что уже все, не я работаю, там уже мастер поставлен, он уже будет, сейчас мы быстро вопросы все закинем, понимаете, то есть сейчас за пару недель все ответы уже будут на сайте стоять. Я думаю, уже после Нового года мы начнем установку аудио, понимаете, как, то есть все начитки, мне же Игорь прислал диски, вот. Теперь мы возьмем пространство, интернет-пространство, вот, такое независимое, и туда все ваши аудиофайлы, я туда закачаю на это пространство, ну, в Яндекс.Деск или в Гугл, вот, и будем независимое ставить аудио, понимаете, то есть ни от кого не зависящее, это будет вот, ваше аудио будет стоять на этом сайте, то есть люди будут заходить и слушать все проповеди, или Библию, или все что угодно, все ваши начитки. Но я не знаю еще, что Игорь-то там прислал. Он все прислал, я просмотрел там, по-моему, 9 дисков, все, все, что, все ваши вообще, на все, что было и есть. Все 9, это не все. Их было 12, да еще 3 добавленные. Это там Берсидас Александром Менем, с отцом Дмитрием Дудко, Геннадий Фас, он, видимо, не все прислал. Надо посмотреть под номерацией, как они идут. Я вот буду закидывать, когда на диск все аудио, вот эти все диски, я уже вам дам там отчет, что я закинул, или даже сами сможете просмотреть. Так, ну-ка давай-ка вопросы, какие они есть, как есть, вот сейчас дальше продолжаем. А если нужно будет, мы повторим часть. Что самое большее вас трогало, что волновало, с чем-то не соглашались, только ничего нигде не надо, говорится, марафетить. Как есть. А вот как есть, это означает, мы доверяемся Богу. Мы же в том числе. Да я никогда ничего не марафетчу, я человек прямой, понимаете, мне если не нравится, я скажу, мне не нравится. А если мне нравится, то я и говорю, что мне нравится. Я вам высказываю, я вот я же вам говорю от самого начала, что надо помягчить с людьми там. Ну, вы меня не слушаете. Вот вы такой, как есть, я же не могу вас переделать правильно. Давай, давай, попробуем, попробуем. А в начитках что? Мне, мне все нравится, понимаете. Я не знаю, люди, вот, я многих людей вижу, вот на сайтах отклики дают по вашим, понимаете, это дело вкуса. То есть люди, некоторые просто слушают ваши начитки, вот конкретно ваш голос, понимаете, потому что они проникаются им. А кому-то нравится вот именно сопровождением там, звуковым сопровождением голоса, такие сказочные, понимаете. Ваш голос идет от сердца, вы не играете. А другие начитки, вот, людям, может, у кого-то вкусы разные, конечно. Кому-то нравятся такие вот, а не начитки, понимаете, такие художественные. Ну, я не знаю, мне вот все там нравится. Ну, я вам в любви признался, что я люблю вас, понимаете. Я узнал вас там много лет уже назад, 10 лет назад, вот, незавочно узнал. И просто, просто, ну, нравится мне человек, чего я, а кого я смогу убедить в чем-то. Вот, мы дело сделаем, будем людей привлекать. Я надеюсь, что люди пойдут, потому что будет сайт работать очень, так, будет работать просто все, и не надо ничего скачивать. Люди будут слушать и смотреть. Вот. А пока критику какую-то выставлять, я не знаю, какую критику, а точно настолько все, как говорится, идет в рамках, я не нахожу никакой критики абсолютно. Я могу только против вас заявить, то, что к людям немного по-ласкаре. Понимаешь? Это мне когда говорят, я говорю, ты давай рядом будь. Так они рядом, когда со мной находятся, а который начинает противодействовать, так они после этого мгновенно меняются, говорят, о, какие вы мягкие, я-то, говорит, не выдержал бы это. Что они говорят? У меня архиерей, не тот, а епископ наш. И он-то вот это все насчитался и говорит, потом уже говорит, вот я думал, я приеду, ну ладно, а как я с Игнатием Владимир буду там? А когда приехал, я, говорит, смотрю, совершенно другой человек. Я пас овечек в это время, вот со мной овечек пошел пасти, мы нашли где большие копны, там это, трактор сгребают, солому. Мы залезли, овечки хорошо на клевере пасутся, там на поле, где остаток. И мы там все вопросы решили. Все, от ветра, как прятались там за кустами. И он совершенно поменял отношения и стал говорить другим. А про постов Павла разве не говорили? В посланиях он строг и силен, говорит. А в личном общении речь его незначительная. То есть было? Это я вот знаю, это Володя знает, это близкие ваши знают. Ну, люди, понимаете, которые вас встречают вот с первым, во втором видео, они сразу делают уже вывод старопалительный такой вот за ваше обличение, понимаете-ка. И они вот посмотрели одно-два видео, и все. И вас просто отрекаются от вас, и все. И больше не обращаются ни к ссылкам, ни к чему. Ну, это не надо смотреть. Вокруг Христа сколько было, отошли. И он не стал никого удерживать, не стал голос смягчать. А говорит, не хотите ли вы уйти? А Петр говорит, кому нам идти? У тебя глаголы вечной жизни. Люди, которым Господь положил на сердце, они рядом, они в разных городах, которые мне пишут. А эти, которые, ну, рядом борщуны, они ничего, я и даю данные. Нет, я не могу поверить. У меня батюшка. Батюшка сказал, главное препятствие – это священники. Сегодня люди должны обернуться на историю церкви. Почему так получилось? Когда соединился престол монарши с патриаршем, времена Константина Великого, вот отсюда вся беда и началась. Отсюда бегство в пустыне и так далее. Ну, это вопрос, он постоянно везде звучит. Вот у меня спрашивают, что самое ценное? Я говорю, начитать можно лучше. Материалы-то есть, там Библия, Златовод жития. Вот. Дальше что? Написать книги, там какие-то, красивее, лучше оформляют. Но у меня есть то, что никто не создаст, никто. Это я даже расскажу, и все. Это вопросы-ответы. Да куда уж создавать уже, времени нету создавать, уже люди не рождаются такие, кому создавать-то? Вот за вами уже никого нету, понимаете, вы последние. Все. Больше никого нету и не будет никого. Господь больше не воздвигнет никого. Это однозначно, потому что мы же видим, какие люди рождаются. Опять же, отец Сергий смеялся над семинарией, которые обустроили, сейчас семинаристов набирают, дубовые двери, полы паркетные, обои самые дорогие. Ну, какой там, какого они священника-то выпустят оттуда? Это уже обо всем говорит, вот об этом, как говорится, глянце этом. И все учения такие глянцевые у них, это же никакой прямоты и правды нету абсолютно. Не учат ни обличению человеку неправды говорить в глаза, а все как-то вот обходить окольными путями и вот делать такое православие глянцевое все. По мне интересно, когда у нас фильм сняли, предчувствие, а он взял главный приз на международном киноконкурсе документальных фильмов о православии, ну и самый большой кинотеатр в Барнауле «Мир». А у меня хорошие отношения были с директором Юдина, Зоя Павловна. А муж-то у нее какой-то должен занимать большую, и она его тоже сказала, приходи, премьера будет-то. Ну, режиссер здесь, там выступает, и я как главный герой оказался, говорит, фильм вытащил, как сказали, иначе бы у него ничего не дали. Вот. И вопросы стали задавать. Ну, вопросы задают-то, зал-то большой, огромный зал, прямо около вокзала. Она, говорит, я сидела, когда вы отвечали, она потом, говорит, у меня, так вот, у меня, говорит, зубы застущали, говорит, я думаю, меня в зале арестуют, говорит, сейчас. Муж, говорит, что с тобой? Да ты слышишь, как он говорится? А ведь это сегодня, тогда-то, ну, надо понимать, была партия, это у власти была при партии, когда тут сидят, и тогда не ФСБ, а КГБ было. Но что интересно, ни разу, никто, нигде из властей рот не затыкал. Не затыкал. Мало того, подходили и, говорят, иные, крадущие руку жали. Я не теоретик, я конкретно, каждый, говорю, я практик. По любому вопросу, вот сейчас я с Володей говорил, вот я конкретно начинаю работать. Тогда сильно стоял вопрос о беспризорных детях. Их как в гражданскую войну было. Я организую лагерь и начинаю работать без помощи государства. 41 год. Так речь идет о тысячах детей. А лагерь имеет особенности. Это вместе с родителями могут пребывать, продолжать. Нет возрастных групп. Можно на все лето. Это самому и обслуга, и все мы 40 лет работаем бесплатно. Вот вопрос решается конкретно. И там уставы, и приезжают люди. А вот народ еще не знает. Я веду занятия сразу в пяти университетах. Там в семи техникумах, в тринадцати школах, во всех воинских частях, на заводах, фабриках. Все буквально охвачено. Конкретно практика. Рано вызывает все учителя, директора. Прокуратура вызывает, приезжает на машине. Это все прокуроры, зампрокуроров Алтайского края. Это большие милицейские залы заняты. Так они по сегодняшний день вспоминают. Притом я еду, нагружаюсь Библиями, Евангелиями, когда их не было. Наладили бы связь, покупали. Но они почти в десять раз дешевле в магазинах были. Себестоимость. Через Баптистов. То есть вот конкретный вопрос. Люди не знают, а где Златоуста взять? Я не стал так рассуждать. По одному тому доставал, начитывал. И с сотнями тысячами тиражей. Своя тон судья. А денег где брали? Бросался, опять печь и делал. Все. То есть вот вопрос, вот ответ. И так и сегодня. Любой это может сделать. Любой. Ничего особенно в этом нет. Но доверие Богу полное. Вот я сегодня... У меня целый день размышления были на молитве, не где-то. Вот. Что означает фавор? А кто это? Да Христос преобразился. Да в первую очередь не указано, что фавор. Это только домыслы. А мне кажется, фавор и фарсис очень близкие. А почему? Ко мне уже сразу вопрос. Я успел сунуть кое-что в интернет. А вот почему. Вы, я говорю, согласны, что монастыри нужны? Ну, конечно. А что такое монастырь? Слово моно это отделение от мира. Так вот, кто первый основатель мысль подал? Не знаете? Петр, Яков, Иоанн. Когда Господь взял их на гору преображения, и они сказали, сделаем три кущи. Три кущи? Ты понимаешь, это монастырь. Монастырь, горы, ничего не надо. А Господь что сказал? Дальше вертик говорили, ибо не знали, что говорили. Внизу бесноватый ждет. Внизу ждут люди. И он их свел с этих монастырек в мозгах. У них существовал, ну, не больше полчаса. Все. А потом уже более проще монастырь. Сидите и никуда не удаляйтесь. И они от Вознесения до Троицы 10 дней ждали. Вот Божественный монастырь. Все. И он закрыт. А теперь вы будете свидетелями. А сидите для чего? Мы молимся за весь мир. Об этом речи нет. Да коли не облечетесь силой. Вы 10 дней сидели и дрожали. Они запертые были. При запертых дверях Господь вошел. А теперь он пришел, все двери с запора полетели. Пошли по всему миру. А почему они теперь это послушались? А Господь сказал, как Иона, пророк, был в очреве земли 3 дня и 3 ночи, так сын человеческий. А другого знамения не дастся, кроме знамения Иона, пророка. Вот где главное это чудо. А Иона-то куда пошел? Его Бог послал в Неневе, а он в фарсец отправился. А когда буря-то началась, а кто ты? Я пророк, чтущий Бога. Он чтет Бога, а едет в совершенно другом направлении. Это сегодняшнее положение церкви. Господь говорит, не в монастыри идите, а иди, Неневе погибает. 120 тысяч, это многомиллионная Мехико, Токио, Москва. Вот какой этот город был, Каир. А он и пошел туда. Можно перебью? Если мы возьмем, например, монашество Христа, когда он ушел в пустыню на 40 дней, не пример ли монашество? Ну все, 40 дней достаточно. Согласен. Апостол Павел пошел в Аравию. Об этом-то и речь идет. Никаких обетов, ничего нету. А для чего он пошел? Для искушения. А кого искушать по сцене, когда их тут враг искушает на каждом шагу, они женятся друг на друге-то? О чем речь-то идет? Ты посмотри, что делается в интернете-то. Сколько уходят за штат-то. И вот теперь Иона приходит, и у него альтернативы никакой нету. Еще 40 дней, Ниневия погибнет. Но если покаяться... А мне Бог не говорил про покаяние. Он нигде о покаянии не говорит даже. 40 дней, Ниневия погибнет. И как Бог положил? Он не ожидал ничего. Отошел и сидит, там написано, под тыквой. Это в славянском переводе-то. И ждет, когда разрушится Ниневия. А там уже пост наложили. А при чем тут пост? Я же обещал. Они разрушатся, обо мне еще подумают. Пророчество не сбылось. Сел же пророк. Господь говорит, они лево от права не отвечают. Ну как же не пожалеть-то? Там скот постится, дети постятся. И отступили, самое главное, от злых дел. Все отступили. Тюрьмы раскрыли. Так вот это сегодняшнее положение. Ион, голова опутана была травой, тиной-то. А сегодня в очереве земли, в очереве монастырей они засели и полторы тысячи лет не могут вылезти. Я нашел эту аналогию. Нашел никогда-то, а сегодня утром. Вот чего надо брать-то. Так беда, беда в чуму еще есть. Вы посмотрите, какой процент сейчас. Я не знаю, это прям погибающие люди. Вы смотрите, сейчас уже, наверное, около трети приходят, принимают пост их и уходят через некоторое время. Они оставляют свой обед, Господу. Не надо было давать обед. Но ко мне приезжает один такой. Он посватывался перед рукоположением, надо посватывать. А парень видный такой из себя. А девчонка-то там прям никакая, кажется. Но ему она понравилась. И она что, отказала ему? Вообще невероятная вещь. И он ко мне все время заходил, мы близко знакомы. И, как говорится, его отец пришел в моем доме. И крещение принимал он вместе с ребенком. А теперь он вырос, этот юноша. И он ничего не придумал, как отомстить этой девке. И как он решил отомстить? Принять монашество. И епископ Антоний Маседич его постригает. Совершенно неготового. У него у дяди там 10 детей. То есть этот человек из многосемейных, из родней, из всех. И на него это узы насыпили. А у него характер крутой. И кто-то что-то ему там в алтаре бряк, лучше тебе руку целовать. А он с кадилом. Он разворачивается кадилом, его угли по алтарю. А он здоровый такой, крепкий. А архиерей начал, ну прости. Архиерей его только просил, он опять. А архиерей меня спрашивает, что же мне с ним делать. Я говорю, ты почему меня не спросил-то, Антоний, епископ? Ты же знаешь, что видел меня, он со мной вместе был. Почему ты не спросил? Я бы тебе сказал, он был у меня в лагере. Я его из лагеря выгонял, из детского. Выросло. Но у него открылся. То есть он был, но не так. Он как запоет. Там, кажется, паниходило трясутся. Он тогда все это оставляет, уходит и поступает в консерваторию. Заканчивает ее, это ведущий бас. В белорусской, там где, филармонии, там князя Игоря играет, Бородина и прочее. Это все в интернете можно найти. Если желаешь, посмотри, Толстенко, Петр, ты его найдешь. Вот как. Теперь он ко мне приезжает и говорит, ну что делать? Нашел там Лиза, хорошая девушка. Я говорю, слушай, ты меня знаешь? Я абсолютно против всяких этих обетов. Монашество, пожалуйста, пусть один. Я за монашество все время. Одному, Павел говорит, лучше спасаться. Не женатый заботится угодить, как Богу. Но ты-то уже обет-то дал. Ты же давал-то не церкви, ты Богу давал. Перед Богом. И уже ничего нельзя сделать. Ничего. Потому что ты это делал не там, где трудно было тебе, как в Афганистане. Некоторые дают обет, а потом вернулся. И ко мне тоже подходит, мать. Ну что ему делать? Вот ты теперь пообещал и оттуда-то вырвался. А жизнь-то продолжается. Я говорю, вот тебе ничего нельзя сделать. Только объявляй пост. Молись, и эту жизнь как-то проведи. Я ни одному не давал нарушение устава. Никогда. Даже в мыслях. Но это они знают. А он не посмотрел на это. Женился, ушел. Я встречаюсь с ним. Он полностью потерял веру. Никакого Бога нет. А ведь начиналась трагедия там, где был епископ. Ты же видел, кто перед тобой стоит. Кровь с молоком. Красавец парень. Там метр, наверное, под 90. Там надо видеть, какой он из себя. Вот штука-то какая. Нет, вы не читали «Гулливера»? Да я фильм смотрел и считал. Фильм. Я, в общем, у меня были такие догадки. Я вчера еще раз фильм-то уже по... Да я не вчера, сегодня под утро уже включил. Я люблю его фильм. Вот. И знаете, что мне пришло на сердце? Что Невзоров. Невзоров и именно тот Гулливер. Я думаю, он впечатлился этим романом. И сейчас вот он продвигает свою теорию. Я, опять же, вчера и Невзорова послушал. То есть, какого Невзорова? Невзорова леплю. Этого безбожника нашего российского главного. Как вы его разбираете? А какой он? Да какой он молодой, который против церкви у нас сейчас идет. Невзоров. Ну, это Невзоров и есть Александр Глебович. Невзор... Александр Глебович, да. Вот, Гулливер второй, точно. Он же слышит мне там... О, все, беда. А что такое? Это у меня сосед. Сосед стены сверлит. Ну и пускай сверлит, он не помешает нам. Вот, все. Короче, Невзоров, Гулливер. Я точно понял теперь. Да, я же как советую им собрать совет в Синоде. Лучших, красноречивых отобрать туда, ну, Невзорову-то. И прийти с записью, хорошую запись сделать. Просто сказать, Александр Глебович, ну, провоевали хватит. Но ведь одна страна у нас, другой страны-то нам Бог не даст. И видите, народ в каком разброде. Мы поняли, мы-то не такие. Давайте так. Выскажи нам все свои претензии, обиды, мы запишем. И мы постараемся это дело поставить на Синоде перед священником. Вот что им надо делать-то. А не долбить Невзорову не такой. И молиться за него. Я его долбить не могу, но разбирать могу. Почему? Я за него молюсь. Молюсь. Молюсь непрерывно. Вот и все. А у них этого нет. Я когда скажу, а ты Невзорову молишься, а что за него молить? Интересно как. А я и за Горбачева каждый день молюсь. Он может покаяться, он живой. Есть еще такой умница, Стерлига Герман. Он миллион это хватил и вовремя успел отойти. Отойти, там занимается сельским хозяйством, несколько работников. Я знаю, я изучил его полностью. Ну вот, я за него тоже молюсь. Мужик вообще, я не знаю, нам бы, я тоже такого в православии, там бы, он бы столько понаделал бы тоже. Вот о чем речь. А у нас как? Ни со мной где-то одно слово не сходится. Еретик, раскольник, там, еще как-то назовут. Мы не умеем ценить таланты в людях, которые с нами в чем-то не согласны. Возьми этот майор Гаврилов, который Брестскую крепость защищал-то. Он один держал неделю больше 13 дней оборону. И когда его из Решенщины вытащили, так его немецкий генерал приказал в лучший госпиталь немецкий положить. Ну, у нас разве положат? Из него бы десятки рожков... Да, как пример выставил его, как пример именно защитника Отечества. Да, да. Чтобы они на нем учились. Вот видите, как умеет он защищать строй, который безжалостный с ними. Но вы-то не то получаете здесь. У нас не понимают этого. Вот я иду, говорю, он тогда был еще архиепископ, Едион Докухин, потом Ставропольский митрополит был. Я ему вопрос задаю. Идем из храма, из Барнаульского Покровского собора. Он меня знает, я у него бываю, беседуем, часами сидим. Он священников даже не принимает полное прихожее. Я говорю, Владыка, ну чем я могу полезен-то быть для церкви? Я понимаю, он боится. Ну чем? Ты в храм-то ходишь, я говорю, все службы, я не пропускаю ни одной службы, субботу, воскресенье имею в виду. А что тебе еще надо? То есть, хоть я десяти пядей во лбу будь, хоть обладай пятью-десятью талантами, я совершенно не нужен. И лучше, чтобы у меня ничего не было, чтобы я только ручки лодочкой поцеловать пухнула ручку. Беда-то в общем. Им это как раз и не надо. Во время суда, когда суд был, а один из них, отца Геннадия Фаста, там он племянник, ну теперь как по жене, как-то не знаю, там племянник или кто, его племянница женатый, вот как Александр Классов, он теперь священник, тогда уже стал. И он обо мне пишет, когда его следователь допрашивает, он в моем доме был, когда меня арестовали, в 86 году, 9 января. И он начинает говорить, Игнатий, он такой справедливый, он вот все недостатки видит, обличает, это настоящий христианин. А я ему пишу, Саша, им как раз это и не надо. Им как раз, ну раз я их делаю, значит я совратитель, я совращаю, я развращаю, молодых увожу от активных строителей коммунизма. Он-то говорит, мне во благо, она мне область еще сильнее меня стягивает. Это ваши жертвы. Следователь военный обратился, так они меня простить не могли, это наш сотрудник ИГБ, теперь священником стал. Какого человека погубили? Да, страх. Это вот мастера Маргарита, опять же, как Пилат говорит, да, философ, я утверждаю, что страх это самый страшный грех. И вот действительно же страх этот, всех он поборол, и священство, и мирян. Я вчера тоже вопросы задаю на форуме, на одном, я говорю, ну найдите мне сейчас одного хоть человека, кто сейчас за Христа пойдет, как раньше, или в житиях возьмем святых, или люди, как женщина одна бежит с ребенком в Риме, ты, говорит, куда бежишь? Да там, говорит, христиан убивают, ну и я с тобой погибнуть за Христа бежали люди. Да сейчас найди кого. Я признаюсь, я вот, я не знаю, я всем сердцем готов трижды за Христа умереть, режьте мне голову, нате, приходите, рубите меня мечом. Я не, да я все отдам на него. Вот. Ее, эту женщину, она бежала впереди этого полка, который шел сжечь храм, Некомедия, Анфима Некомедийского, это наш храм, назван в честь его Потеряевки. Вон, поймайте ее, ее остановили, куда бежишь, в храм, там сегодня наши сжигать будут. А ребенка-то зачем тащишь, я хочу, чтобы со мной был на небе. Вот это вера. Да, а вот и вот в этом глянцевом православии, и что самое главное, утвердились, так и надеюсь, нас спасет, вот нас, Христос спасет, подобно разбойнику, или так, как бы из огня, вот он нас вытащит. Да кто ж кого без трудов откуда, я вот такие люблю, вот с мирянами, допустим, говорю, люблю такие примеры приводить, ну как вот, ты вот сейчас заканчиваешь школу, 11 класс заканчиваешь, кто ж тебе дурака-то в институт возьмет, если ты школу с двойками закончил, вот, кому ты нужен в институте-то? Так же и Царствие Божие, оно силой уберется, туда дураков-то не принимают, просто так, на шару, никто туда не прокатит. Это же, это же надо задуматься, это же целая, целая здесь, целая наука, туда же отбор идет, именно, как Христос говорит, таких ищет Отец себе, таланты ищет, кто не закопал свой талант, а взращивает и приумножает свои таланты, туда дураки не берутся. Да, страхом поражено все. Мне нелегко высчитывать, когда я где-то беседую, время спокойное, мирное, власти не гонят, не хватают, но главное бояться церковников. И вот только за то, что я открыто назову какое-то имя, он говорит, вот меня назвал, но я тебе помогаю, помогаю, меня сразу зарубят, я не могу помогать, меня сам сразу снимут. И при том, это разных городов, люди говорят, ну ты-ка меня не произноси нигде, но я другой-то раз, я же знаю, что смерти-то нет никакой. Ну и где-то назову, потом думаю, ой-ой-ой, я же его назвал, а он теперь как бедный. Мне это никогда не подходило, никак. Как это, выходит, я сам себя боюсь? Да мне нужно наоборот показать, самую Христос, кого убоюсь? Мы же читаем псалмы, кого убоюсь? Покорайтесь языки, якос нами Бог, поем. Надо один раз все-таки понять, что другого пути нет, кроме указанного Христом. Первое, пункт, отвергнись в себя, свое ярость общи, выброси его, не советуйся с плотью и кровью, как Павел говорит, не пошел советоваться. И что, вышестоящий там Петр, я противостал ему, потому что с ним лицемерил Варнава, и ставь против кого восстал, поставил все на место. А тот думал, как вот среди евреев пришли, язычников стал таиться, устраняться, послание Галатам. Вот хорошо, что эту свободу нам апостол Павел отстоял. Не перед кем не отдавать свободу. Я вот люблю тоже, в пример, люди, или в скайп приходят, беседы у меня есть такие тоже, у меня много сейчас накапливается, но я выставлять-то не буду, потому что люди, наверное, не позволят этого. Вот. А я что, вот, люблю человеку задать вопрос, я говорю, вот, ну, ты любишь-то Христа, ну, там, в основном женщины. А ну, ну, конечно, конечно, люблю. Я говорю, ну, вот, смотри, у тебя внуки есть, дети там есть, вот ты свою жизнь отдашь за детей. Вот, сейчас зайдут вот с кинжалом и скажут, вот, давай, или мы тебя убиваем, или детей убиваем. Она говорит, ну, конечно, да, вот, конечно, я, наверное, за детей. А вот они зайдут и сейчас скажут, давай, снимай крест, или мы тебе голову отрежем, ты что выберешь? И все, и тут уже, конечно же, молчание. За Христа, и Христа никто не любит. И попирается первая заповедь, возлюбите Господа. Никто не любит. А если не любит, то, значит, не знает никто Христа. Все живут какими-то баснями, сказки, вот эти вот, Евангелие, как некую сказку. Детям читают, как сказку, как говорят, вот, Бог пришел на землю. Видите, Давид говорит, да не уклонится сердце мое, да изгнение дел греховных. Да не вкушу я сластей их. Я беседуем тут. Я говорю, ну, не уклонись сердце, чтобы не уклонилось сердце мое для извинения дел греховных. Ты понимаешь, что ты сейчас ищешь извинения. Извинения в том, что ты развелся, виновата жена. А ты-то муж. И вот это везде извинения. Ну, почему не крестите не в полное погружение? Да знаете, это тоталитарный режим был, советская власть не давали. Да уж пора помнить уже 20 с лишним лет, уже новое поколение родилось-то. Вот это лукавое извинение. А почему? А я говорю, а вы считаете дальше, да не вкушу я сластей их. Вы ради какой-то сласти это делаете-то. Чтобы тебя не убрали, тебя не сдвинули с места, на мелкенький приход не отослали. Ты трясешься за ребятишек, я не за себя, я за детей. Вы любите на паспицу. Смещенники вот именно сейчас, я вот общаюсь тоже, именно вот ставят детей. У детей-то у всех не один, не два, а три минимум. Вот, и все сейчас детей. Опять же, за эти электронные документы там, ну как я, у меня дети, чего я, я не смогу по-другому. А почему, скажи, вот седьмая глава, вторая книга Маковейская, Соломея ее зовут, мать Маковейских этих, сыновей семерых. И она каждого уговаривала, чтобы не отрекся. Их всех на ее глазах пытают, жарят. Один за другим скончались. Я, говорит, всех приму вас на небе. Вот, например, семерых на громадных сковородах, какой шел там от их запах. До одного. Рубят, режут, выкалывают. И она уговаривает, только не отрекись. Братья твои уже на месте. Ты тоже выдержи. Самый меньше она боялась за него. А сегодня возьми, вот вы сказали еще, такой вариант. Вот она с детьми. Ее не будут резать. Только одно скажет, отрекись от Христа, или сейчас ребенку он показывает кинжал. А взяли трех внучек. Ой, внучек, она уже все поплыла. Ну и режьте, он будет на небе. Даже на себя человек уже, кажется, плюнул. Мне все равно погибать. Но ради ребенка он должен жить. Он еще не жил. Жизнь-то дана не для того, чтобы жить. Эти глупости Лев Толстой, Пушкин понимал. Жизнь дана для того, чтобы жить. Жизнь дана для того, чтобы найти Христа. Примириться с Ним и быть вечности с Ним. Сродниться. Сделаться похожим. Обожиться, как говорится. Быть Вадимом Духом Божиим. А для того, чтобы жить. Пищу переводить. Одна женщина мне тоже в скайп звонит. Я с ней начал беседу. И завели разговор по документам, по новым. Она говорит, ну мы вот собрались. У нас такая община небольшая. Они где-то под Москвой, что ли, живут. У нас община небольшая. И мы не берем документы. Отвергаем все документы. И готовимся, чтобы не принять начертания. Я говорю, ну вот вы возьмите. Вас там бабы, наверное, над ней собрались. Я говорю, знаете, как легко себя проверить. Ну вот возьмите. И каждый попробуй. В эти три дня не есть ничего. Сможете вы даже вот это выдержать? Или хотя бы не три дня, а среду и пятницу не есть ничего. Ты попробуй вот не есть. Выдержишь ли ты хотя бы один день без еды? И потом ты поймешь, сможешь ли ты отречься от начертания. Или ты не сможешь отречься от него, от этого чипа и так далее. Люди мечтами живут какими-то. Нет, я не приму, я ни за что не возьму. Ну а дел вот коснется, так все же возьмут. Ты же не выдержишь ни одного дня голода. Не продержишься без воды и еды. Никто не выдержит. Вот сегодня на меня тоже наседают. Вот щипы там где-то. Другой тоже приехал бы я к вам. Но у вас, наверное, принимают. Я говорю, о щипах у нас на форуме много сказано. Об этом я на крестьянке говорил. И не может быть начертания зверя раньше прихода антихриста. Когда его нет. Вы сейчас людей загрузили этим, откажитесь от пенсии. А сам-то поп сидит и пытается от бабушек, которые пенсии приносят, покупают. Сам от пенсии их питаются. То что непонятно-то? А там я беседую... Я лично знаю такого священника в Москве. Да, в Ельце, город Елес, там показали. Меня спрашивают, мой ролик поставили. Это вы не с ним беседуете, а я беседую с Дудином. Я говорю, нет, это московская патриархия. Он все правильно понимает. А он что, это, подкапывается под вас? Ремонты люди. Вот он уже, мы заселились в новую квартиру. И вот он полгода уже делает ремонт. Вот люди, они все, они живут-то вот этими ремонтами. Вот слово сказать, вот из квартиры тебя выгоняют. Или ты с нами. Ну и все. А на улице-то снег, мороз, к утру окочуришься. Ну теперь, зачем выгадать? Вот действительно, вот монахи, которые были, как Евстрати, вот это адаманты. Среди монашества были такие герои, о которых сегодня мы только в книжке считаем. Ну да, я не знаю, я еще, может быть, я бы, если нашел бы человека, я, конечно, бы склонился тоже к нему вот такой вот, такой вот жизни, таких вот подвигов, как у вас. Ну я, я лазаю, я исследую весь интернет, я смотрю жизни людей, я ничего подобного не нахожу нигде. Я даже не знаю, где еще найти подобного человека, чтобы ориентироваться хотя бы так немного, но свою жизнь так сопоставлять с подвигами других людей. Вот, а на кого ориентируешься? У меня Плапкин есть, я на него ориентируюсь. Кто-то зашел как-то один в интернете, ну, профессор, он шолоховед. Ну, совсем строго, кажется, фамилия его. Видно такой, видный, знатный, на конференциях, то другое. Дня три только побыли, я бежон в интернете выставляю. Я узнал человека, вы найдите второго такого в интернете. Я думаю, что он вроде такой, бежон обо мне это говорит, я так ахал, что ты говоришь? Ну, мы откуда всех-то знаем? Ну, я скажу, что я не лукавил, вот это я могу сказать. Вот 4124 вопроса и ответа, которые на сайте, так это не все, не все, которые я отвечал. Я ни в одном нигде не советовался с плотью и кровью. У меня цензор один, моя совесть и Бог. Все. Я ни с кем не советовался, вот то, что говорю, когда проповеди, а проповедей минимум там 1300, почти в среднем это 25-30 минут. И я, что, я никакой, можно сказать, и не проповедник, я просто возвещаю истину. Ну, это попадает под определение проповедника. Ну, вот, обещают вступление, основная часть. Ты мужику скажи, скажи, твое жужжание, ремонт квартиры на всю вселенную пойдет. Возьми костыль, ему стенку постучи в другой раз, скажи, мужик. Ты прославил свою дрель на весь мир. Да. Самая знаменитая дрель будет на всю вселенную. Ну, вот они мне в интернете, они мне говорят, вот ты сидишь там, гуру себе там, гуру, а ты его там ученик подданный. А я говорю, да я секретарь, говорю, у Лапкина. Вот, я говорю. Гуру, ты со мной поживи один день. Один как пристал ко мне, один как пристал ко мне, вот дал мне вопросы какие-то, а дал два вопроса. Я говорю, передайте их Лапкину, пусть он их прокомментирует мне в письменном виде, пусть передаст мне их. Я говорю, какие там вопросы-то. Когда месье Лапкин покается за церковь, за то, что он проклинает церковь, и покается за то, что он проклинает патриарха. Вот, в общем, пусть он мне пришлет свои ответы в письменном виде. Хорошо, отвечаю сразу, в густном виде. Не проклинал никогда, а только молился. Я положил жизнь свою для того, чтобы в церкви наступила эра Духа Святого. А о патриархе молюсь так и приглашаю его к себе в гости. Поэтому какое покаяние-то? У вас, скажи, неточное сведение, маленькое неточное. Вы знаете, как, введя анекдот, сидят на работе, разговаривают. Вы слышали, какая радость? Наш начальник, говорит, где-то там в игорном доме был, играл, говорит, машину зарубежную выиграл. Вот это да, поздравлять надо. Один говорит, да не маленько неправильно. Не начальник, а его сын. И не выиграл, а проиграл отцовскую машину. Маленько разница есть. Но я за патриарха стою головой. Вы что городите-то? Я против патриарха проклинаю. Теперь ты сказал, эти слова ты никогда не докажешь и как лжец погибнешь. За проклятие патриарха я достоин смерти. А теперь второзаконие, глава 19 правила. Если не подтвердится обвинение, то это обвинение падает на обвиняющего. Вот теперь оправдайся. И каноны есть такие. Где нашел-то, я его проклинаю. Одно место, где? Я не знаю, я его не спрашивал. Я говорю, ты мне покажи, где он проклинает. Он тупо встал вот на этом. Пусть он мне даст тут объяснение. Ну я не могу дать объяснение. Но ты мне говоришь, что у меня родной брат Геббельс. А Гитлер, мой дядя. Ну и я как могу доказать, что это не так? А вы помогали фашистам. Я в 1939-м родился, мне два года было. Ну не мог я, говорю, помогать-то. Один мужик вышел в одной деревне. Вы что его слушаете, Лапкина? Я его вот таким еще знал. Я его знал таким, когда мне пять лет было. А я разузнал, он на 15 лет моложе меня. Как он меня мог знать таким? Я его мог знать таким. А люди-то уши развесили. Я говорю, так он с такого года, с такого. Ну на 15 лет моложе. Вот и все. Ну ты скажи, сгородил это, сказал. Кто учитель? Учитель лжи дьявол. Он отец лжи. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Второе. Откровение, 21 глава, 27 стих. Говорится. И не войдет в него, в царство небесное, никто преданный мерзости и лжи. Ты стопроцентную ложь сказал. Ты лишился царства небесного. Ты подумай. Тебе нужно сейчас писем убедить, с печатью перед Лапкиным просить прощения. Да, я вот сейчас еще как раз, как раз вот его зовут Вячеслав Шевченко. И вот он пишет, повторяю свои вопросы для месье Лапкина. Первый мой вопрос. Когда месье Лапкин раскается в своей ереси и перестанет хулить Святейшего Патриарха, Священного Началия и РПЦ? И второй вопрос. Когда месье Лапкин публично попросит прощения у Святейшего Патриарха, Священного Началия и РПЦ Московской Патриархии? За всю свою постоянную хулу в их адресах жду письменного ответа. Так, у него понятия нету, что такое хула и что такое обличение. Да, я говорю, они не проповедуют, а Слово Божие призывает проповедовать. Это хула? Да хулу-то эту кто распускает-то? Священное Писание? Патриарх? Патриарх призывает к благовестию. Тебе скажи, это не ясно? Чего ты стоишь, скажи, там, перед кем? Тебя сейчас заметят и сейчас вторым патриархом поставят? Ну ты ни одного слова из этого не докажешь. И я, что я буду оправдываться, когда этого нет? Когда в суд вызывают, а я сейчас, допустим, в суд подал, подрыв авторитета и моей деловой репутации. Он ни одного слова не докажет. А мне не надо оправдываться, что я не говорил. Он должен доказать. В суде мне не надо говорить, что я не тоталитарный волк, что я там не раскольник. Он должен эти слова подтвердить. У меня были суды по этой теме-то. Я принес с краевого отдела юстиции, на бланке, с печатью, что я православный христианин, никакого отношения не имею там к тем и тем. Все. Судья-то документ уверит. Меня судья не будет спрашивать? Ничего. Я должен документировать. Теперь от общины у меня с печатью, образец. От епископа я староста, на отучении ни разу не был. Я принес документы, а у них ничего нету. Ну и поплыли. Все кончилось. Не надо. Ну он сказал и лег спать. Скажи, вас совесть не мучает. Вы покинутый Богом человек. Если такие слова ты говоришь на человека, который не говорил, и перед всем миром, ты думаешь, что будет суд Божий, когда за всякое слово придется отвечать? Почему ты не подумал об этом? Я несу священно действие, благовестие, как апостол Павел говорит. Так вы не священник. Я говорю, священно действие, благовестие, как апостол Павел говорит. И несу я его бескомпромиссно 51 год. Повторяю, бескомпромиссно. Как отец Геннадий говорит, я где-то, ну, так вот бывает что-то скажу, и мне нравится. Вас спасает ваша безукоризненность. Вот главное. То есть они никто никогда, даже тысячной доли обвинений не могут доказать. Ничего нету. Нет, ну вот даже возьмем, вот он приводит такие слова, хула на русскую православную церковь. Вот как вы объясните, можете трактовать слово хула? Ну да. Хула, вот объясните подробно. Вы сможете объяснить слово хула? Хула – это неправедное обвинение, поношение. Хулить, поносить. Синонимы слова. А как я поносить? Если патриарх говорит, состояние церкви духовное развалено. Я живу в этом мире. Я вижу, люди ничего не знают. Я вам показывал. На триста крещённых, на триста, только один немножко что-то знают. Это анкетирование пять лет шло. Я высылал вам этот материал. Из седьмой язычества. Какая хула? Где? Я говорю то, что есть. Вот они приходят в храм, они ничего не знают. Это хула? Вот человек путает хула и хулу, и обличение. Ну а то как можно путать-то? Я стараюсь, чтобы человек стал другим. Исправился. А хула – это поношение. Человек не такой, они хулили имя его святое. Бог, да где он Бог? Да видали мы такого Бога. Это хула на Бога. Они хулили имя Божие. Да будь ты проклят, и написано, и кусали языки от боли, от откровения, и хулили Бога. Хулили, то есть поносили, ругали. Где, когда я сказал на церковь, когда я в церкви нахожусь. Я нахожусь в православной церкви. Я не знаю, я вот вспоминаю много роликов, я много смотрю у вас роликов, я что-то не припомню, ни одной кулы. Я не встречал, допустим. Один человек на земле этого не знает? Как это? Они не знают, что сказать. Вот сейчас они начинают такое плести, что меня финансируют исламисты. Лапкин, давнешний сотрудник КГБ. Ну, что я могу сказать? КГБ меня сажало. Я их сотрудник. Тайный агент. Я что должен сказать? Что на это отвечать? А он никакой не православный, он баптист. Ну, мы сначала баптистов спросили, почему я должен оправдываться? У него нет другой специальности, как только выплевать хулу на детей божьих. А я должен оправдываться. Если бы раньше он написал, уже написал бы обязательно донос, и я враг народа, и меня бы расстреляли. Но времена-то не те. А эти люди-то остались, которые стущали друг на друга. Он ни одного слова не может доказать, обвинитель мой. У меня один человек, кто уже на форуме, трижды, наверное, один и тот же вопрос задал, ну, мне пытается донести, что, ну, его слова, он говорит, я никогда не поверю, видимо, он исследовал вот эти ваши, вот эту миссию, вот эти ваши дела, издательские дела, книги все, видимо, он просмотрел материалы какие-то и сказал, я никогда не поверю, что этот человек не имеет спонсоров. Вот. Понимаете? То есть у него, он говорит, у него обязательно должны быть спонсоры, потому что такие дела не делаются просто так. Правильно. Ну, а как он понимает слово спонсоры? Пусть объяснит, чтобы я понял, что он говорит. Ну, раскол, внести раскол какой-то в церковь. Ну, хорошо, спонсоры-то какие? Что это? Ну, издали книги на такие деньги, ездите по всему миру, развозите книги. Ну, да. Вот вчера мне звонит один по телефону. Вот, по этому телефону. Я говорю, а кто вы? Да я вот из такого города. Вы что хотели? Только, я говорю, больше двух минут не буду говорить. Да мне надо ваш счет, я решил вам деньги перенести. А почему вы решили? Я не знаю, я на ваш сайт пришел и подумал, что вам деньги нужны. Я говорю, хорошо, ознакомьтесь, чтобы не в нужные руки не попало. Вот это спонсор или не спонсор? Я что ему должен сказать? Я говорю, а, говорит, на издание книг? Я говорю, книги не издаю, а вам, может, для чего-то еще нужно? Я говорю, нужно для поездки где-то. Но я переведу. Я завтра прихожу и деньги снимаю. И что из этого? Это чудо Божье? Или как рассматривать? Я должен сказать, что не надо? Хорошо, я ездил. Ездил для себя. Какие я недостатки терпел? Где мы ночуем? Мы выезжаем на несколько месяцев среди чужого народа. Чем мы питаемся? Ты только посмотри, сколько опасностей. И ради чего я? А ты лежишь на печке дома, как Емеля. И языком мелишь. А я знаю, это должно быть. Почему? Радуйтесь и веселитесь, когда имя ваше понесут как неугодно сыну. Это моя награда. Мне не надо ни оправдываться, ничего. Я каждый день улыбаюсь перед Богом. Господи, по количеству врагов я определяю, насколько я угоден тебе. Это мой путь. У тебя были все против тебя. Иродиане, фарисеи, саддуке. У меня точно так же. Православные, сектанты, баптисты, все против. КГБисты. Ну и что, у меня везде есть друзья. Они обязательно будут. Есть люди, которые первый раз встречаются, вот они, а мы сейчас не уходим буквально с интернета, хотели уходить. Все семьи, ждем ваши проповеди, находим и слушаем. Они еще толком не вошли, что им никогда не переслушать. Не завидуйте, работайте. Я за ними не гоняюсь, я не знаю. И как правило, вот у меня все телефоны, домашний телефон, адрес записаны, везде записаны. А то выходит, какая-то коряга стоит там, и ни имени, ни фамилии, нет ничего. Какая-то цифра или две буквы. Он сам себя боится. Мы не на равных разговариваем. Так вот, а в чем вопрос? Эти вопросы мне по, это, самого, вот по ваших спонсоров задает человек, у него имя непонятно какое, и вместо аватара у него такой зеленый какая-то бактерия, микроб какой-то, понимаете? Он себя позиционирует православным человеком. Я таким вопрос задаю. Скажи, почему ты не ставишь свое имя? Ну, это знаете, вот так, значит, у тебя имени нету. Ты у меня в друзьях или просишься в друзьях. Ну, вот там начнут, что начнут? Вот мой телефон. 385-2, это код в Барнаульске. 24-38-46. Когда я объявления о лагере начинаю распространять, все газеты печатают объявления бесплатно. И в каждой газете, а только одна «Алтайская правда», кажется, там 67 тысяч экземпляров. Да ни в одном номере еще в течение месяца. Свободный курс, там была молодежь Алтая, там во все, во все купи-продай, и везде мой телефон. И ни разу никто мой покой ночью не нарушил. Это же Бог так делает. Так это не все. В каждой книге у меня с первой страницы и в последней мои телефоны. Кроме того, они у меня в интернете. В интернете, в Mail.ru, на сайте и на форуме. Мои телефоны и домашний адрес. Бог хранит. Мы на столбах, везде объявления. Ну, даже нельзя сказать, где. Мы раздаем, когда кметки, вот 300 тысяч евангелий, везде мой обратный адрес дается. Кто раздал? Вот мы, где бываем, приглашаем, пригласительных. Пригласительных мы сделали, допустим, 150 тысяч. 150. Плюс 150 тысяч я издал небольшими материалами. И везде мой телефон и адрес. И ни разу не повредило. Почему? Так я Божий. Я избранник Божий. Это миллионными тиражами мой адрес, телефон и ни разу ни одной бумажки у меня не вышло без обратного адреса. Когда я писал в ООН, писал Горбачеву, писал Брежневу, и везде с обратным адресом. И никогда никакой беды у меня не было. Нигде и никогда. Что сказать? Ну, это просто я задумываюсь, у меня в голове не укладывается, почему, как, ты же видишь реальную жизнь человеку, ты видишь все, ведь у тебя все выставлено, ну, ты посмотри, даже у тебя есть адрес его, я вот на своем сайте выставил даже карту YouTube, понимаете, то есть дорога проехать даже к нему, ну, ты садись, съедни, если ты не видишь, не веришь в видео сделанном, если вот можешь доехать и посмотреть, даже там уже никто не скрывается, никто ни от кого ничего не прячет. Вы им скажите, вот, о самом себе фильм можно поставить не видео, а государственный фильм? Как я могу сказать? Ну, был Евдокимов, артист, личный друг Владимира Владимировича Путину, он хоронить приезжал, губернатором стал, фильм создавали, создавали, создали, нигде, он даже нигде нету. Здесь меня упрашивают в течение полугода примерно, я соглашаюсь, ставят фильм, занимают первое место в международном киноконкурсе, второй фильм ставят, первое место в России, Златоустов-Потеряевке, третий, его даже режиссер погиб, неизвестно, какое бы место, ну, не я же это делаю-то, значит, людям это понятно, что мы делаем дело-то, не афишируем себя, это Бог делает, конкретно показать, вот, перед нами такие-то нерешенные вопросы в государственном масштабе, как вы бы их делали, стали, а мне еще говорить, когда я их делаю, я в этом участвую, просто я участвую. Это, это не аргументы для людей, люди, понимаете, люди цепляются за то, что вы говорите неуважительно о монахах, о мащах, бывает и о патриархе, и о церкви обличаете, вот, вот это вот основные камни пресновения. Если бы, дорогой мой, если бы я говорил так, неуважительно, но я-то говорю на основании Святой Библии, во Святой Библии они не правы. Да ты не читал-то Библию. О чем речь-то идет-то? Я не свое выставляю, это нет моего учения-то. Я говорю канонам, по канонам должно быть троекратное полное погружение. Ну нет ни того, чтобы ладошки и мозги отшибли. Нет этого нигде. Чтобы не учить и подряд всех мочить, ну нет этого нигде. Я еще ищу своего, где я конкретно искал своего, ну пусть где-то покажут. Я говорю, что все должны знать Слово Божие. А вы из Библии, как баптист, носитесь. Еще я могу это сказать. Это не верующие, это тролли. Тролли это человека-бесы. Скандинавские. Они не могут ничего сказать. Ну скажите, мои книги 12 лет в интернете, во всех библиотеках, ну можно было бы собрать цензоров, патриархии. По одной книге дать десятерым и вызвать меня на суд. Я кричу об этом, сделайте это. Ну 12-то лет, это уже срок достаточно. Я 9 лет все книги-то издавал, 9 лет. Ну, по сегодняшний день нигде ничего нету. Откройте, книга, страница и прочее. Так вот, вы говорите, что надо на пресном хлебе позвольте. Почему я, когда были дни опресноков? А у нас на хвостном, ну я же не против оно. Но по Евангелию должно быть на пресном. Католики правее нас. Я говорю, католики правее нас. Еще я сказал неправильно. Они по Евангелию делают. В другом месте они ошибаются, не так. А в этом они правы. Но я, однако, не отрицаю то, что у нас есть. Я тут и причащаюсь. Я имею свою мысль, я его довожу. Рабы. Презренные. Чужого мнения. У них нет ориентира. Я люблю Слово Божие, и оно во мне. Оно во мне находится. Когда разговариваем, я говорю, вот этот стих, первое, отвергнись себя. Для этого определи, кто ты есть, твое я, чтобы знать, от чего отвергаться. И люби ближнего, как самого себя. Ты не можешь любить ближнего, пока себя не полюбишь. А как? Ориентир на себя держать. Как самого себя? Как? Если говорится, сделай урок так, как кто-то, я должен того узнать. Здесь нет никакого примера, кроме самого себя. Люби ближнего, как самого себя. Я себя люблю. Желаю, чтобы Слово Божие у меня звучало. Ежедневно, не менее семи раз, быть на молитве. Чтобы обязательно была ночная молитва. Не пропускать богослужения. Ну, ослабели. Колени, говорит, у каждого задрожали. И ни одной копейки на себя лишнее нигде не стратить. Нигде, ни разу. В этом, наоборот, выражается не любовь к себе, а такое самоунижение. А любовь к себе люди по-другому понимают. Так я говорю о небе. Люблю я или не люблю, четыре вопроса задавай. Первый, что ищу, вечного или временного? Небесного или земного? Вот первый вопрос я решаю. Второе, что об этом говорит Святая Библия? Святая Библия меня поддерживает. Апостолы были бедные. Имейте одну одежду, Господь говорит. Одну. И третье, крайне необходимо каждому человеку, что говорит моя совесть. Вы совесть свою потренируйте. Не кривите. Вы ее так измочалили, что не знаете, что она вам говорит. Я могу в каждом вопросе, подключая свою совесть, сказать, совесть моя здесь не велит этого делать. Даже не буду опираться на Священное Писание. И дальше не принесу ли я ущерб кому-то. Вы холите меня, вы приносите ущерб людям, которые приближаются к Богу. А я вас знать не знаю, про вас ничего не говорю. Патриарха, если я говорю, я разбираю его вопросы и ответы. Патриарху задают, они напечатаны. Я беру ответы его, и теперь разбираю во свете Библии. Никто этого не делал. Я единственный на всем земном шаре, кто это сделал. Разборы Патриарха Алексея Второго, митрополита Гундяева Кирилла, Старобряческого Адриана, Козлова Максима в Москве, Юрасова. Я их разбираю вопросы, полностью их ответ, и как бы надо, я имею право это, во свете Библии. У Патриарха я нашел три с половиной на шестьдесят вопросов, которые он отвечает. Три с половиной отвечены правильно. Вот и все. И это все выставлено. Какая хула. Пешки, манкуртовы. Игорь Техчич, ну, наверное, будем закругляться. Готов? Снимаю закругленное с черепа. Ну все. Оставайтесь с Богом. Ты вызови вот этих хулителей, это они хулители, они свою вину на меня перекладывают. Это не удастся им. И скажи, давай выйдем в интернет. Выйдите к бруссеру. Я вызываю на дуэль. По одному сюда выводи их. И увидим, чем это закончится. Они ни одного слова против меня не докажут. Ни одного. Просто сатана под язык залез, он лжец и заставляет говорить. Это дух лжи вошел. Это написано такое во времена Михея. А нигде в Библии не написано, что он вышел. Он не вышел, там и сидит. Я мой язык ни разу не опоганил умышленной ложи. Ни разу. Нигде. Ко мне обращаются с вопросами ближние люди. Сегодня опять подошли. Я говорю, не могу ответить. Почему? Потому что я об этом не молился. Но вы же и так знаете. В первую очередь, я не знаю, надо ли отвечать. Я у Бога буду просить ответа. До свидания, друг мой. Богу. Слава Христу. Ну вот, видишь, Бог дал. Защитник. Он еще многое может сделать полезного. Да, сохранить его Бог и продлить его жизнь. Вот так. Ну что, 10 часов? У меня никаких вопросов тут нет. Слава Христу. Слава Христу. Ну вот, Продолжение следует...